Проект «Читай быстро» представляет Главный из книги Ривза Видамана «Миллиард за мечту» Как дерзость и непомерные амбиции Адама Наймана построить новое общество обернулось крахом империи Виворк? Факт номер один. Виворк будет капиталистическим кибуцем. Найман стремился создать не только бизнес, сколько сообщество единомышленников. Но при этом он категорически не принял уравнительную систему распределения, считая ее изъяном. Виворк – капиталистический кибуц, в котором каждый получает, что заслужил. И что будем делать? Бизнес-план функционирования первой компании родился всего за одну ночь. Адам смутно представлял, чем она будет заниматься. Адаму удалось убедить инвестора, что над этим планом партнеры трудились несколько месяцев. Чистый подход – думай медленно, решай быстро. Нам постоянно говорили, что деньги здесь не главное. Люди, снимавшие помещение в Виворк, платили не только за гибкие условия аренды офисов и продуманный дизайн, но и за чувство сопричастности к единому коллективу. С завтрашнего дня мы будем первой в мире, осязаемой социальной сетью. Адам красиво убеждал слушателей о двух разных направлениях своего бизнеса – деятельности в сфере недвижимости и по построению сообществ. Подчеркивая при этом, что эффекты объединения людей в сообщество его интересуют значительно больше, чем финансовый результат окупаемости инвестиций. Пятый факт – блиц масштабирование. Во главу угла ставилось не получение прибыли, а захват доли на рынке. В идеале компания должна стать слишком крупным игроком, чтобы потерпеть неудачу. При этом забота о рисках и затратах отходила на второй план. Шестой факт – первые проблемы с инвестициями. Виворк сумел собрать венчурный капитал в сумме более 1 миллиарда долларов. Тем не менее, средства быстро заканчивались, а количество частных инвесторов, которые помогли бы компенсировать убытки, сокращалось. Попытки манипулировать цифрами. Придумывая свои показатели, исключая из отчетности отдельные расходы и применяя некоторые другие, не совсем законные манипуляции с цифрами, компания в 2017 году показала сумму прибыли до налогообложения в сумме 233 миллиона долларов. Хотя на самом деле убыток составил 933 миллиона долларов. Восьмой факт – подготовка к IPO. Расчет делался на то, чтобы доказать инвесторам, что Виворк идет на публичное размещение, занимая сильные позиции, а не от отчаяния. Даже Адаму к этому моменту пришлось признать полное отсутствие альтернативы IPO. Истинная стоимость компании. В ходе подготовки к IPO на основании всестороннего анализа деятельности Виворк ее оценочная стоимость опустилась сначала до 20, затем до 10 миллиардов долларов и ниже. Инвесторы почувствовали себя одураченными. Заключительный факт. Они пытаются свалить все на Адама. После вынужденного ухода Адама Неймана из компании, по словам одного из менеджеров, они будут пытаться свалить все на Неймана, выставить его психом. Хотя до этого всячески поощряли его и подталкивали к активным действиям. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо. Подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем новинку от Ривза Видемана «Миллиард за мечту». Вместе с «Читай быстро». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...